Всем доброе утро, ребят! Я только проснулась, сейчас сидела, лежала в кровати, читала ваши личные сообщения мне в личку в инстаграме. И хотела сказать спасибо всем тем, кто пишет сообщения в личку мне, и не только в личку, с советами по поводу ремонта. Я не всегда могу ответить, но я всё вижу, я всё вижу. Вот сейчас точно помню, что не ответила человеку, который писал про стеллажи в Леруа Мерлен, но знайте, я всё вижу, я мотаю на ус. Никакие сообщения мимо меня не проходят, так что не переживайте, спасибо вам огромное. Я всё это дело запоминаю, если что, я ещё это дело и записываю на всякий случай. Перчатки, да, одевай всё равно, потому что там холодно всё-таки. Мася, держи язык, когда одеваешь ботинки. Ты их просто не мотаешь. Мы, кстати, проверили ботинки уже на качество, отлично. Машка ходит в одних вот колготочках внизу, ритузы как бы, и носки мы дополнительно не одеваем. Там капроновые колготки у неё тонкие, потому что у нас в школе очень жарко, и ноги тёплые. Тёплые всегда. Прекрасные ботинки. По-моему, это Рейма. И я сейчас ещё хочу заказать пуховик Рейма. Пальто такое, до колена где-то. Вот очень будет как раз сочетаться. Толстые, как эти. Оно, да, оно тоже тёпленькое, и оно будет цветом розовое, как твои ботиночки. Короче, классные. Всё, мама, пошли. В карман. Потеряешь, ветром унесёт, не донесёшь. Сейчас Машка хочет деньги свои взяла, сейчас поедем покупать кое-что. Мам, сейчас засуну что-нибудь? Засуну, да, засуну. Давай, так. Так, я так понимаю, свою покупку ты будешь оплачивать самостоятельно, да? Да. Ну-ка, укрись. Всё. Так, подожди, а можно, мама, ботинки оденешь? Я так и скажу, что там слаймы отдельно. Слаймы отдельно, хорошо. А пуховик и скакалку вместе? Хорошо. А, скакалка же ещё, да, мы же сегодня со скакалкой к тебе едем, я совсем забыла. Она уже пришла. Будем брать? И слаймики тоже пришли. И слаймики тоже пришли. И пуховик. Да. Машка купила себе коробку со слаймами в Вайлбересе. Вчера заказала, говорит, я сама оплачу. Сегодня оплатила сама, да. А то ребёнок расстроился, говорит, деньги есть, говорит, а потратить мне их некуда. Говорю, давай, потрать. Вперёд. Ну, открыла? Аккуратно. Ты открываешь, Машулечка. Чуть-чуть-чуть. Да, вот так, ага. А то сейчас там всё... Мама, там много всего. Там много всего? Ты! Целая коробка всяких ништяков для слайма. Даже откуда почему-то вымолнился шарик. Ну вот, будешь смешивать. Ага. Так, смотри, только мы сейчас поедем, чтобы всё это не расплескалось, ладно? Расплескать. Закрой. Ты довольна? Да. Купили сегодня Маше новую скакалку, а то та у неё совсем грязная, совсем уже вся разлохматилась, и она ей уже слегка коротковата. Вот. Взяли новую. В ней, по-моему, 3 метра, то есть её в любом случае, конечно, нужно будет обрезать. И закручивать узелками, и подпаливать, видимо, с концов, чтобы она не разматывалась. Вот здесь вот она запаяна уже. Вот. Но придётся её, короче говоря, укорачивать. Нельзя просто узлами завязать, например, чтобы получились ручки. Потому что я пробовала так делать, но... Короче, я ещё тогда мало чего понимала, и тренер сказала, нет. Говорит, так делать нельзя, нужно её отрезать лишнее и завязать узелками. Вот. Потому что, говорит, будет подбрасывать эти узелки, это всё очень сильно мешается. Вот. Теперь я уже, конечно, это понимаю. Вот. В общем, классная скакалка. Она пока ещё немножечко такая новая, не разработавшаяся, но разработается, короче. Вот. Но она такая толстенькая, она совсем не узкая. Надеюсь, будет удобно. Цвет выбирала Маша. Ай, ребёнок уже распаковал. Один слайм пока. Пойдём, покажешь наборчик. Пойдёмте! Ой, сколько у тебя их тут? Они тут даже в два слоя. Да. Это всё слаймики и... А, и вот эти вот добавки. И я наконец-то поняла, что такое фишболы. Фишболы? А что это такое фишболы? Фишболы — это такие прозрачные камешки. Да? Почему ты думаешь, что это прозрачные камешки? Да? Да. Ё-моё, господи. Век живи, век учись. И ещё посыпка, которая светится, где там она застряла. Вот она. И слюда, я смотрю, есть у тебя. Ого. А ещё, смотри, сколько блёсток в наборе. Очень много. Согласен. И сейчас я как раз... И ещё упаковка блёсток. Да. Сейчас я как раз хотела блёстки добавить. Ничего себе. Слушай, смотри, сколько слюды у тебя тут разноцветные ещё. Да. Вот это набор. Слушай, класс... Ой! Машка! Ой! Фруктики! Эх, ты! Фруктики! Прикольно. Ну, вот. Я хочу сейчас блёстки синий добавить. Добавь. Мне кажется, должно быть красиво. Только вот. Слушай, классный набор. Мне нравится. Посмотри, как круто. Мне особенно нравится. Жёлтенький, раскрепился немножечко. Может, вылететь. Да. Ну, ладно, нормально. Нет, он поглубже. Блёсток столько. Да и тут, видимо, не видимо. А, или смотри, можно намешать, а потом убрать, да? Ну, да. В эту коробочку обратно. Только я отниму. А! Всё, бизда. Так, ты решила блёстки добавить. Да, уже. Сейчас посмотрим, что получится. Благотеселенькие. Откручиваются или что? Не, я не знаю. Аккуратно, а то можешь сейчас как вырвать, и они все рассыпятся. Скорее всего, вытаскивай. Осторожно. Помочь? Да. Ну-ка, давай попробуем. Странные блёстки. Блёстки не можем открыть. Я уже сейчас пробовала. Да я, да я открываю мои блёстки. Значит, видимо, их нужно срезать, что ли. Я не понимаю, как эту крышку открывать. Я тоже не понимаю, женщина. Либо надо будет папа подождать, чтобы он нам показал, как это делать. А ты пока шарики используй или что-нибудь такое. Я пока хочу посыпочку. Какую? А, вот эту? Её развязать надо. Куда её потом деть? А, никуда. Ну, по крайней мере, давай мы, может, покушаем. Сначала используй то, что не особо пачкается. Хорошо? Не особо пачкается? Да. Ну, окей. А потом откроем всё остальное, ладно? Нам, да тут ещё они пешболы. Там их много. Это не единственный. Там, по-моему, ещё есть. Где-то фиолетово ещё застряли. Где-то там всё. Ну да, где-то там они застряли. Вообще, я зелёные здесь сейчас добавлю и идём кушать. Хорошо. Первая добавка. Фишболы. Смотрите, как это красиво. Чуть-чуть. Чуть-чуточку. Ой! Убежал. Ой! Ну всё. И, хоп! Ещё один фишболик. Теперь убежим. Ой! Фишбол упал. И ещё один упал. Ой, выпадают эти фишболы. Чё-то. Прикольно. Корпораты, они липкие. Нет, спасибочки. Не хочу. Я вот орешек хочу схомячить. Я тоже. Сейчас по радио слышала. В Москве минус 2 градуса. Местами слабый снег. Где слабый снег? Снегопад, блин, нас заваливает. Местами слабый снег. Нифига себе слабый. Может, конечно, у нас тут место такое. Но не знаю. Как-то вот не кажется мне так. А вообще нас, конечно, заваливает. У нас настоящая зима. У нас он даже на дороге слой образовался. Он даже уже под машинами не успевает таять. Во как. Его очень много. Здравствуй, зима. Ты слегка припозднилась. Сына и я уже совсем зимняя. Я уже в своей шапке здоровенной, тёплой. В шарфе снуд обмоталась вся, чтобы нигде ничего, ни бубушечки не проскочило ветра. Варежки ещё тут лежат рядышком. Не, в машине тепло, но выходить очень холодно. Сейчас еду мыть машину на мойку. Да, как бы это странно не звучало, но мне надо её помыть. Потому что завтра к нам приезжает с самого утра. Человек из страховой, который будет смотреть машину по кругу. Потому что машину мы в этот раз перестраховываем в другой страховой компании. Каска, САГО, ну по полной, как обычно. И так как мы в другую компанию переходим, то они должны её всю посмотреть на наличие ударов и так далее. У нас, тем более, есть там на бампере. Мы до сих пор не починили то самое безобразие из Леруа, которое... Так что нужно помыть. Они просили, помойте, чтобы мы приехали. Слава Богу, вот нам не нужно никуда ехать, ничего никому показывать, потому что до этого мы ездили в район Шаболовки, и там показывали машину. Сейчас они приезжают сами, слава Богу. Приедут во двор, сами посмотрят, сами всё сделают. Потом Димке только полис, полисы пришлют курьером. Это очень удобно. У него там корпоративная программа страхования, так что... И, наконец-то, у нас будут нормальные условия, без всякой франшизы, без всего вот этого вот фигни. КОНЕЦ 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 помыла машинку она сейчас такая чистенькая такая классная так все у нее блестит и блин обнаружила скол на капоте короче всю машину уже успели покоцать по кругу причем не я вокруг нас это просто короче кошмар в общем я смирилась с этим делом вот видимо не удастся хочешь не хочешь они удастся сохранить машину в идеальном состоянии просто потому что народ у нас пока не научился заботиться не только о своем имуществе но и о чужом поэтому я отпустила ситуацию черт с ним вот так в общем чистые свежие классные едем ура безумно понравилась эта мойка я теперь буду ездить только туда там во-первых принимают карточки не нужно снимать деньги а кто у нас вокруг мойки которые вокруг дома нужно снимать деньги обязательно наличные блин кто сейчас ездит с наличными я не знаю а здесь они принимают карточки во-первых цены приемлемые очень хороший подъезд довольно широкие арки ну как бы мне это не проблема но это приятно это удобно вот и очень удобно они расположены практически в тупике почти вот так что очень классно мне понравилось буду пользоваться еще а еще у них стоят не только телевизоры но и под телевизором стоит playstation 3 с джойстиками со всеми делами то есть как бы я так понимаю что ради бога садись поиграть пока там машину моют это прикольно такого я еще ни у кого не видела это прям такая фишечка мне кажется что еще понравилось то что мне даже продули все щели там все вот эти в этой двери и все-все-все обычно после мойки особенно в такую погоду потом машину просто не откроешь отдираешь двери с мясом мы пришли поужинать у нас сегодня годовщина свадьба ну да уж больная у нас это кашляющий кто-то психающий сидит и я одна пока только держусь вот нам еще пока ничего не принесли только вино и вишневый компот скоро будет вкусно и у нас как обычно филиминен только с разной прожаркой у меня совсем не прожаренный это это твой сибас и сибас хотела а про что и чё рыбу кури лопатка такая дашь чтобы разделывать рыбе а что у нее там внутри мясо у нее там внутри давай поможем ее откроем сначала а потом польешь лимончиком и будешь кушать хорошо давай аккуратно сибаса 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 поможешь ей держи ой аккуратно красивый ты какой он на меня смотрит этими глазами рыбьями сибаса я не умею так в другую раздевать ну давай я я люблю филе Димка подарил сегодня цветочки такие красивые розовые розы вкусно пахнут очень свеженькие так сейчас надо будет их в вазу поставить а где-то у нас ваза была наверху вот так а Маша там сидит сейчас делает уроки потому что у нас сегодня был уговор она мне сказала что мама я хочу сначала поиграть а потом сделать уроки я хочу сначала отдохнуть и говорю Маша сделал дело гулять смело сначала дело потом отдых вот на что мне было сказано что я рассчитаю я смогу в общем короче не рассчитала вчера рассчитала сегодня нет поэтому уговор был уговором поэтому сейчас она у меня делает уроки и как сделает так лежит спать да может быть жестоко но тем не менее все ты закончила аллилуйя давай укладывайся понравилось ночами уроки делать еще будешь так нет мне тоже так кажется что лучше сначала сделать уроки да а потом уже играться вот именно потому что слаймы можно отложить если что в любой момент и лечь спать и все а уроки фиг там правильно завтра четверг да завтра четверг собирайся собирайте учебники свои завтра и как по-другому учиться никак только на своих собственных ошибках это все чушь когда говорят что учись на чужих ошибках и так далее зачем там учиться на своих никто не учится на чужих ошибках никто бывает что люди прислушиваются но потом так или иначе все равно делают свое ошибку поэтому я решила сегодня окей отпустить ситуацию пускай хочет пускай попробует не получится это будет урок на будущее она по крайней мере почувствует насколько это тяжело она почувствует ей не понравилось в следующий раз она будет помнить свои ощущения в следующий раз она будет помнить не то что мама ей говорила не то что мама ей запрещала да там мама такая раз такая она мне запрещает нет в следующий раз она будет чувствовать свои вот эти вот неприятные ощущения которые по факту работают намного ярче чем когда говорили шансы уже дрыхнет цветы у меня уже выключились у меня просто вот эти две лампочки на таймере стоят они в 10 утра включаются и в 10 вечера выключаются сами вот там внизу стоит умная розетка поставила сюда цветочки красиво получилось тут такой оазис прям шикарно а вообще меня сегодня стукнуло в очередной раз идея фикс да меня они стукают часто я человек увлекающийся вот и я теперь хочу кучу 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 цветов дома потому что раньше это было например невозможно потому что у меня темная квартира у меня северные окна а с той стороны с которой южные окна там лоджия и там тоже темно вот и раньше это было невозможно потому что не было всевозможных вот этих вот фитоламп которые можно было поставить дома вот и ну к сожалению то что росло на северном окне и все и дальше не разбежишься очень хотелось всегда поставить цветы где-нибудь в комнате не на окне и не на подоконнике в комнате в каком темном углу теперь это возможно теперь это реально дофига просто огромное количество фитоламп которые даже вкручиваются в стандартный патрон Е27 и которые уже не испускают этого ядовитого цвета красно-синего который просто глаза забьют вылазить из-за которого который режет глаза в общем я даже боюсь говорить вообще это на видео короче я хочу лимон а я хочу дома вырастить если получится конечно я не всесильная я так себе садовник я хочу эвкалипт лаврушку ой я столько всего хочу на самом деле я хочу гибискус короче я хочу чтобы в квартире был лес я хочу чтобы вот у меня кстати была знакомая я сейчас так перескочу ненадолго у меня была знакомая у которой в комнате в квартире было столько цветов что ты входишь а там постоянный такой я даже не знаю как это назвать это не запах свежести но это запах свежести конечно тоже это прям такая насыщенность кислородом в квартире ты входишь и ты в лесу ты постоянно находишься под чьей нибудь веткой под чьим нибудь листом мне это безумно нравилось у другой знакомых был огромный лимон который сидел на кухне у него были великолепные ветки это действительно было огромное дерево которое даже доставало до обеденного стола я очень хочу лимон мне нужно будет его найти я правда не знаю где в ближайших цветочных магазинах к сожалению у нас здесь нету цитрусов у нас тут цветочные магазины которые вот букеты продаются хочу попробовать поехать в Леруа Вашан может быть там я найду лимон я очень хочу лимон но я хочу маленький сначала чтобы вырастить его самостоятельно эвкалипт эвкалипт такой маленький стаканчик я честно сказала но у меня небольшая надежда на него вот это вот вырасти дерево я заказала правда мне интересно я хочу попробовать я заказала эвкалипт и не помню кого не помню пыталась вспомнить в общем придет выкуплю покажу но я хочу кучу цветов да у меня видимо в квартире будет все в лампочках потому что естественного света вообще нет ну и ладно так хочется даже на свой косметический столик что-нибудь поставить короче все всем до встречи всем пока а то я вам сейчас опять наговорю наговорю на уши присяду это 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 Продолжение следует...